в эту пятницу. Погода вообще ужасная, но я думаю, что это не помешает. Так, да, сейчас, секунду еще. Поставлю здесь на запись. Так, все, да. Всем еще раз привет. Привет. Собственно, сегодня вебинар — это вторая часть наших вебинаров о том, как создать постер, афишу и так далее, то есть какой-то графический элемент. И сегодня это последний вебинар в этом году. Соответственно, мы с вами встретимся на вебинарах теперь уже в следующем году, и вот вам удалось послушать, и вы будете сегодня слушать последний в этом году. Так, давайте для тех, кто, возможно, может быть, не видел, я хочу просто скопировать ссылку на первую часть вебинара на видеозапись. Так. Я думаю, что просто будет полезно посмотреть тем, кто не видел. Ладно, давайте тогда начнем, чтобы не задерживать. Я надеюсь, что я все расскажу быстрее, чем за час. Вопросы вы можете задавать по мере их поступления, я с удовольствием прервусь, потому что мне тяжело, конечно, разговаривать одному в течение, там, часа. Итак, поехали. Значит, в первую очередь хочу сказать спасибо за предоставление платформы нашему партнеру AdFocus Media. Интересный фонд социального развития охраны здоровья. Можете зайти на сайт, посмотреть. Они делают действительно очень важные дела. И пару слов о себе. Меня зовут Алексей Ницца. Я являюсь вебинд-редактором и автором видеоуроков в Теплице. Моя электронная почта здесь. Если будут какие-то вопросы, в любом случае, можете мне писать с предложениями, замечаниями и так далее. Я с удовольствием навсегда отвечаю. Поэтому почту легко запомнить. Если какие-то вопросы, пишите. По поводу вебинаров. Если, например, вы по какой-то причине не смогли посмотреть или хотите увидеть видеозаписи, это сделать очень легко. Вы можете найти их на нашем сайте. Вы просто заходите в раздел «Мероприятий», выбираете вебинары, и там будет список всех вебинаров, которые проводили мы в последнее время. Не слышно. Кому не слышно? А кому слышно? Сабине не слышно. Ну, я не знаю, у меня все нормально. Сейчас я напишу Сабине. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь Сабине, чтобы просто она перезагрузила окно, и будет решено, как бы вопрос решен. Итак, да, то есть, если вы хотите посмотреть видеозаписи, сделать это легко, вот в разделе «Вебинары» можете выбрать и посмотреть. Последнее время я записываю просто свой экран, поэтому качество хорошее, и как бы все видно, все понятно. О чем мы сегодня поговорим? Опять же, я напомню в двух словах о том, вообще, что такое постер, афиши и так далее. В первой части я рассказывал в основном про онлайн-инструменты, с помощью которых можно делать такой графический материал, и сегодня я больше расскажу о шрифтах и о бесплатных программах. Где скачать, как установить, и какие бесплатные программы есть, немножко попробуем в них что-то поделать, если останется время. Честно говоря, я не фанат, и я не дизайнер, и я вообще плохо разбираюсь в этих программах, именно графических, то есть, я и Photoshop, мы совершенно не дружим. Поэтому я все-таки за онлайн-инструменты, потому что для таких, как я, вот они очень удобные, и, ну, действительно, проще становится создавать какие-то афиши или баннеры. И поехали дальше. Значит, что мы имеем в виду? Вот я сделал такую елочку новогоднюю, скоро Новый год, у всех хорошее настроение, тем не менее, независимо от того, где вы живете. Итак, мы поговорим просто о таком типе графических элементов, которые встречаются как в интернете, так и, например, афиши в распечатанном виде. То есть, это могут быть постеры, афиши, баннеры, просто изображения, какие-то открытки. Сейчас Новый год, поэтому, возможно, многим будет интересно сделать какую-то открытку, отослать своим коллегам. Если вы не коммерческая организация, вы можете своим, своей целевой аудитории сделать какую-то красивую открытку, прислать лично на электронную почту или можете мстить на своем сайте. Поверьте мне, это будет очень важно, интересно и приятно людям. Поэтому графический контент сейчас важен. И, как я уже говорил в прошлый раз, почему? Потому что у нас ограниченное количество времени на просмотр информации, а с помощью вот таких афиш или с помощью графических каких-то элементов в виде инфографики мы можем быстрее увидеть и понять информацию. и она нас просто визуально привлекает. И сейчас я просто несколько слайдов покажу о том, что я имел в виду под афишами и под постерами. То есть, например, в первую очередь, это то, что сейчас размещается в социальных сетях, потому что практически все, наверное, 100% сейчас работают, ну и как бы действуют в социальных сетях, потому что у каждой организации, не коммерческая в том числе, есть своя страница в социальных сетях. Поэтому это очень важно сделать так, чтобы ваш целевая азитория, когда, например, листают ленту, свою ленту новостей, она обратила внимание на то, что вы делаете, поэтому нужно каким-то образом привлечь внимание. Это можно сделать вот именно с такими постерами или афишами. Неважно, как это мы будем называть, давайте называть постер, например, и так далее. То есть, это может быть в таком виде, как вот видите, организация Boomstarter, например, компания по сбору средств на Афин. Достаточно все понятно, быстро есть какой-то акцент по смыслу, не только, и сразу становится ясно, что хотят от вас. То есть, любой постер, в принципе, по сути, или афиша, она несет информацию о том, для чего ваше внимание привлекается, и что делать дальше. В данном случае, например, здесь есть ссылка, по которой можно перейти, если, например, если это в социальных сетях сделано, то ссылка, скорее всего, размещена под изображением. Если это в распечатанном виде, то, скорее всего, там, эта ссылка достаточно простая, чтобы просто взять и ее скопировать или перебить в браузер. То есть, или, как я уже говорил, например, можно QR-коды использовать. Также постеры могут быть следующим. Такие вот, как эти, например, да, это на самом деле два разных постера, но они достаточно простые, да. Первый говорит постер, который привлекает внимание к вопросу бездомных, например, в Соединенных Штатах. И мы видим, что просто фон в виде такой коробки бумажной, которая используется для, там, например, ну, они, например, стелят на улице или для ночлега и так далее. Мы сразу эмоционально вовлекаемся в эту историю и понимаем, о чем говорится. Либо вот второй постер, который справа, это про женщину и вообще про женские права, да, и, как мы видим, просто фотография женщины, а также просто поисковая строка, где написаны варианты, чего не может делать женщина, да. На самом деле сделано очень качественно, просто лаконично, но очень эмоционально это затрагивает. Я вижу, что Сабина никак не может разобраться, но я думаю, что да, в любом случае она сможет посмотреть видеозапись. И привет всем, кто смотрит это в видеозаписи. Еще какие варианты постеров есть, по сути, следующие. Это, например, когда есть какое-то изображение, да, и сверху, либо рядом где-то просто есть смысловая информация в виде текста. Вообще, афиши или постеры, это представляет собой сочетание графических элементов, текста, изображений. Изображения — это не только фотографии, но и какие-то иконки, картинки и так далее. И вот просто из этого состоит постер, и вы можете как-то это миксовать, делать какие-то вещи интересные. Важно не перезагрузить и не перегрузить постер. Например, с левой стороны постер, он, в принципе, интересный и понятный, но вот этот большой текст, он закрывает изображение, которое сзади, хотя, по сути, оно не очень важно. Просто мы должны национально понять, о чем идет речь. И тут говорится о том, что там, типа, американцы не перерабатывают свои отходы. С правой стороны постер, говорит и призывает о том, и говорит о том, что дети никогда не должны быть на продажу и так далее. То есть, очень качественно, простое изображение, мало текста, но становится все понятно. То есть, ну, как бы вот такие могут быть постеры. Что касается других вариантов, если, как я уже говорил в прошлый раз, мы можем, конечно, пойти в сторону дизайна, но, опять же, это тяжело, потому что, если есть среди вас дизайнеры, вы понимаете, да, что это такая тяжелая работа, и просто нам, обычным людям, очень тяжело делать что-то подобное, потому что, хоть это и красиво, но это очень трудозатратно. И время большое количество тратится на то, чтобы создавать такие хорошие постеры. Но они действительно привлекают внимание, они сделаны, например, в таком классическом каком-то стиле. Правый постер, он вообще такой выглядит, как будто он цирк или что-то такое похожее. И, опять же, вот разный стиль постеров, он просто может затрагивать эмоциональную составляющую человека, когда он просто видит что-то привычное для него или похожее, или то, что он любит, и вовлекается в это именно с помощью просто типа подачи информации, независимо от того, что там написано. Просто можно досмотреть такие мотивирующие и хорошие примеры и, может быть, сделать что-то подобное. Дальше. Это уже качественно, такая хорошая работа, и это, скорее всего, уже в стиле леттеринга, когда идет игра именно со шрифтом. И это действительно тоже тяжелая работа, но, по сути, она может быть очень простой, когда вы просто берете какой-то хороший фон обычно, да, и просто пишете хорошим, красивым шрифтом информацию, ту, которую вы хотите донести. И сейчас вы знаете, что в сценарных сетях это очень развито, особенно это развито еще, не знаю, как в России, не очень сильно, но в Европе либо там в Штатах особенно. Например, так пишут меню в кафе мелом на доске черной. Это действительно хорошо очень украшается, и так стены расписываются. То есть, действительно, это в тренде сейчас. И я приводил пример в прошлый раз о том, что хорошие идеи донесения информации о каких-то важных делах могут быть в нехорошем и не в очень привлекательном решении, когда вот этот постер, да, по сути, он, наверное, нормальный, по сути, он, может быть, говорит всем тем, кому он нужен, да, говорит нужную информацию, но, например, тот мелкий текст, который здесь есть, он просто не читабелен, потому что он мелкий, он на цветной картинке, он темный, и он просто пропадает. Особенно, например, люди, которые плохо видят или не 100% на зрение. Например, если это распечатанный постер где-то, то тем более они просто этот текст не заметят. А если в социальных сетях, то главный акцент будет все-таки на большом шрифте, а что написано мелким шрифтом совершенно непонятно. Я не просто не хочу повторяться, что я уже говорил в прошлый раз, для этого просто нужно посмотреть запись вебинара. Там я говорил какие-то главные рекомендации по тому, как составлять постер, как делать, как работать с текстом, да, потому что, в принципе, текст — это основная причина, ну, как бы, вовлечения аудитории или отсутствия вовлечения, потому что, как здесь, например, какой-то, такой достаточно сильный перегруз идет текста, потому что его, в принципе, можно было сократить и убрать. То есть, опять же, нужно видеть такие примеры, когда не совсем это хорошо сделано и, скорее всего, просто, ну, не будет привлекать так внимание, как хотелось бы. Поэтому, как я уже начал говорить в самом начале, спасение для недизайнеров — это онлайн-сервисы. То есть, для всех тех, кто не работает с графическими программами профессионально, для всех тех, кто... Мы просто являемся обычными людьми, которые занимают свои деятельности, но хотят как-то делать какие-то удобные вещи для своих там... для своей организации или просто для себя, для того, чтобы показать это в социальных сетях или на своем сайте. Сейчас существует очень много онлайн-сервисов, и я уже говорил в прошлый раз об этом, и могу привести там пример. Презентацию потом можно скачать, и я просто, ну, там, вставил этот слайд как раз с ссылкой на предыдущие записи вебинара. И вот, например, честно говоря, например, если вот сделать вот такой постер в виде печеньки, если вот мне, скажи, сделать этот, например, там, постер, условно говоря, эту картинку просто вот в обычной программе, я вот просто... Мне тяжело это делать, когда нет примера какого-то, да, вдохновляющего, и поэтому мне тяжело начать. Я не знаю. Я не дизайнер, мне вот действительно тяжело. Я уверен, что достаточно много людей также впадают в ступор, когда перед вами белый лист. И вот с этим борется, на самом деле, онлайн-сервис в первую очередь. В прошлый раз, на самом деле, я предлагал всем тем, кто слушал вебинар, сделать какие-то свои постеры и прислать мне. К сожалению, наверное, мне сложно сказать, почему, но откликнулись не так много человек, но те, кто откликнулись, они прислали свои работы. Я просто хочу несколько вариантов показать. И вот особенно две девушки прислали больше вариантов. И вот одна из них, это Анна Хачатриана, она прислала то, что она сделала. И я не хочу никак не судить, это совершенно нет, я просто хочу сказать о том, что это здорово, когда люди начинают пользоваться каким-то ресурсом и делать что-то свое, да. И это действительно какое-то уже созидание, потому что вы просто не копируете, вы уже создаете что-то, что не сделал никто другой. Поэтому нужно просто пробовать и делать, и использовать в своей работе. Ну, кстати, да, наверное, может быть, Елене я отвечаю. Так, теперь еще одна работа, ее просто тоже, Анна Хачатриана, и вот мне также прислалась Светлана Жуковская, я не знаю, как по-русски, скорее всего, это жительница Украины, и она сделала такую небольшую инфографику, постер о том, как создавать видеоуроки, насколько я понял. Поэтому, да, если вы можете прислать что-то сейчас или потом, я с радостью посмотрю, и мы, опять же, можем оценить это и почему нет, просто интересно, что люди делают и как используют. В основном, я в прошлый раз говорил про Canva.com, и я сегодня еще об этом буду говорить, то, что ресурс действительно интересный и хороший, вот, поэтому, конечно, вы можете прислать. А как со мной связаться, я прямо сейчас вам еще раз напишу всем тем, кто не видел, мою электронную почту. Да, шаги по созданию видеоуроков. Просто на электронную почту вы мне можете прислать. Итак, как я уже говорил в прошлый раз, я много рассказывал о таком ресурсе, как Canva.com, их на самом деле ресурсов действительно много. Но он, вот этот ресурс отличается простотой какой-то и хорошим качеством сохранения картинок. Во-первых, можно сохранить в PDF, и потом много есть всяких иконок, картинок и так далее, которые можно использовать бесплатно и в хорошем качестве. То есть, ну, действительно очень удобный ресурс. Вот, как вы видите, я это сделал здесь. То есть, условно говоря, афишу к вебинару. Я просто сейчас пролистаю слайды, потом, когда я перейду, я буду показывать свой экран и я покажу просто это в браузере уже и, ну, как бы действительно интересно. И просто, когда я делал еще видеоурок по этому ресурсу, я нашел там две такие составляющие хорошие, кто, возможно, не видел. Во-первых, это дизайн-стрим, это то есть просто раздел сайта, в котором вы видите, что создают люди. Опять же, это я покажу вам для того, чтобы вы понимали, что необходимо обязательно смотреть примеры других людей, потому что, возможно, вас что-то смотивирует и вы можете делать что-то подобное. Заимствование – это очень хорошая вещь, особенно в дизайне. Именно заимствование, не копирование. Просто взять, скопировать – это плохо. Вот заимствовать, то есть взять какую-то идею, использовать в своей работе – это намного лучше. И это правильно. В этом нет ничего плохого, на самом деле. Поэтому обязательно смотрите примеры. И вот как один из примеров, где это смотреть, это вот ресурс Canva.com, и там есть такой подраздел. Еще отличная вещь, что отличает Canva в последнее время, это так называемый дизайн-школа. Это ресурс именно на сайте Canva, но это отдельная страница с большим количеством материалов о том, как правильно использовать шрифты, как сочетание цветов использовать, как использовать картинки, как слои и так далее, там брендинг и так далее. То есть вы видите, здесь можно выбрать по категориям, и очень много таких вспомогательных статей есть, правда, на английском языке, но, думаю, это не проблема, потому что там очень много картинок. Поэтому даже я вот заинтересовался этим, мне действительно интересно посмотреть то, что я не дизайнер, и мне вот просто важно понимание там сочетания цветов вообще, как это делать, да, какие шрифты есть и так далее. То есть я вот рекомендую именно вам посмотреть таким же образом. И получается, что круто, да, все здорово, есть онлайн-сервисы, мы не дизайнеры, хотим их использовать, да, но большая проблема существует. И интересно, вот как вы считаете, какая основная проблема онлайн-сервисов? И если кто-то знает ответ, можете написать. Вот, я знаю ответ, и я буду вам в следующую часть вебинара об этом рассказывать. И вот основная проблема на самом деле очень простая, да, в принципе все классно работает, но в большинстве, в большинстве своем это англоязычные ресурсы. Соответственно, есть большая проблема, прошу прощения, Екатерина говорит, сохранить, нет, сохранить можно все отлично на самом деле, то есть это не проблема. Сохранить даже можно с помощью принтскрина, да, там на экране. И вот как говорит Евгений, да, действительно он прав, это шрифты, это русские шрифты. То есть, вот когда вы пишете что-то русским шрифтом, да, и пытаетесь поменять, он практически не меняется, он там, потому что, например, эта платформа поддерживает всего там три русских шрифта, и с этим вы ничего не можете сделать, поэтому вы не можете написать так же красиво, как написано латинскими шрифтами. Да, вот кто-то говорит, что это огонь и боль, или это боль, действительно это боль, и сегодня я расскажу об одном из решений, как это можно сделать, ну, на самом деле, это классическое решение, мне кажется, других решений даже быть не может. Как мы уже сказали, да, основная проблема это кириллические шрифты, и решение это, собственно, бесплатные графические программы, которые устанавливаются на ваш компьютер, и это бесплатные шрифты, которые вы скачиваете, также используете. И теперь я расскажу, как это, собственно, делается, и где это берется. Например, самое известное, я не знаю, может быть, кто-то еще что-то использует, но самое известное это Google Fonts, это шрифты, которые можно скачать для использования на своем компьютере, а также можно встроить просто в свой сайт, там, просто с помощью кода, не надо ничего писать, вы можете подзагрузить еще шрифты для своего сайта. Это очень удобно, и это бесплатно. И я просто там сделал такую небольшую подборку, то есть бесплатные шрифты, это буквально там три ресурса, мы сегодня посмотрим. И это Google Fonts, это Giovanni, это DaFont, и иконки. Есть два ресурса с иконками, ну, потому что это графический элемент, которые, в принципе, очень нужны, и я вот знаю TheNoneProject и IconFinder. То есть, опять же, ресурсы, где можно бесплатно скачать такие иконки, использовать их также в своих постерах, допустим. почему нет. Например, вот IconFinder выглядит вот таким образом, да, и тут достаточно много есть бесплатных подборок шрифтов, ой, не шрифтов, а именно иконок. Я просто сейчас дальше покажу. Программы, о которых сегодня будем говорить, их несколько, но так как у меня Mac, а не Windows, я, к сожалению, не могу показать вам Paint.net, это очень хорошая программа, которой я всегда пользовался. Условно говоря, это такой заменитель фотошопа, да, это не Paint, в таком, в общем, понимании, как вот в Windows, да, именно это такой заменитель, полноценный заменитель фотошопа в чем-то. Ну, конечно, не такой функциональный, но тем не менее, я им всегда пользовался. И вот кроссплатформенная, кроссплатформенный вариант это вот GIMP для Windows, для Mac существует, также есть InScape, это больше для векторной графики, но, к сожалению, при установке на свой ноутбук я не смог его запустить по каким-то таким странным причинам, поэтому, если у вас получится, вы можете загрузить, возможно, для Windows он легче. Также пару слов хочу сказать о том, что, еще раз, для понимания, да, есть графические редакторы, это программы, с помощью которых вы можете редактировать графику, фотографии и так далее, и также создавать визуальный контент. И все это, на самом деле, разбивается на две части. Есть растровое изображение, то есть, это обычные картинки, да, которые, например, вы сохраняете, и при увеличении у вас появляются пиксели, то есть, такие вот точечки. И также у вас есть второй вариант, это есть векторная графика, да, то есть, это то, когда вы сохраняете это в векторном формате, и при увеличении у вас пиксели не появляются, у вас просто все растягивается, шрифты, изображения и так далее, и все классно работает. Второй случай, например, это иллюстраторы и так далее, и большие другие программы, они такие более профессиональные, они предназначены именно для того, чтобы создавать векторную графику, и, например, потом распечатывать, или использовать при разных разрешениях, когда автоматически, например, на сайте меняется изображение, например, да, у вас логотип не будет пикселеризироваться, а будет изменяться и при, без потери качества, да, либо когда вы там печатаете на больших форматах афиши, или там еще что-то, тоже ничего не потеряется. Поэтому, InScape, это вот больше, наверное, все-таки именно с векторной графикой, а GIMP, и это все-таки растровая графика, но возможно, по-моему, сохранять в SFG формате, но я об этом дальше скажу. Значит, и, как я уже говорил, онлайн-сервисы для всех таких, как мы, обычные люди, да, есть спасение от онлайн-сервисов. Первый, я поставил сюда, это Google Документы, там есть такая программа, это Drawings, это рисунки. Я их покажу, на самом деле, это очень такая простая замена, если у вас вообще по-другому ничего нет, вы ничего не знаете, вот буквально можно воспользоваться и делать какую-то афишу. И также, как я уже говорил, это Canva.com, ну, это прям топ в моем использовании в последнее время, потому что действительно очень удобно. И пикточарт, это, в принципе, для инфографики, но тем не менее, там также можно делать и афиши, и баннеры, и все что угодно, потому что очень много наборов, всяких иконок, картинок, графических элементов, что действительно очень полезно. И вот я тут написал о том, что если нет навыков и знаний в создании графических элементов самостоятельно в графических программах, как у меня, на самом деле, то нужно использовать именно онлайн-сервисы для начала, да, то есть вы берете, например, Canva.com, создаете, там, например, шаблонно, но так как нет текста, вы просто текст не пишете, там, просто делаете графические элементы. И потом сохраняете к себе в нужном качестве, и уже там добавляете текст. Вот мне кажется, это такой лайфхак, возможно, он самый простой вариант, возможно, он не самый качественный, но это вот для тех, кто просто, ну, как бы не знает, как делать по-другому, потому что мне кажется, это вот идеальный вариант, когда вы без каких-то затруднений можете делать графические элементы, графическое наполнение, да, то есть это изображение, картинки, и какие-то рисунки, или еще что-то, да, цвета и так далее, а шрифты вы можете уже добавить конкретно у себя на компьютере. И формат и размер для печати, я пару слов хочу вот о чем сказать. Когда вы создаете афишу для того, чтобы потом распечатать, неважно в каком формате, вы просто должны иметь в виду, что в настройках обязательно создание, в настройках размера должно стать разрешение 300 dpi. Это 300 точек на дюйм, это количество пикселей, ну, допустим, на там квадратный дюйм, дюйм это 2,54 сантиметра. То есть, условно говоря, это качество, которое позволяет вам распечатывать на довольно больших форматах, например, на формате А3, да. Это значит, что достаточно много точек на квадратный сантиметр, условно говоря, чтобы при растяжении картинки до формата А3, до реального размера, да, потери качества была не очень сильно заметна. И также важно при возможности обязательно сохранять в такие форматы, Евгений, сохраняя в таком качестве. Да, я сейчас покажу это и сейчас посмотрим. Да, сохраняет. И когда вы делаете, в принципе, например, онлайн-сервисы, используя еще что-то, да, то если возможно, то обязательно сохраняйте в SVG-формате, но для этого нужна обязательно программа, которая открывает этот формат. И самый простой вариант, который существует вообще, это сохранять все в PDF. Почему? Во-первых, потому что, когда вы сохраняете в PDF, текст, шрифты, все это сохраняется, условно говоря, в векторном формате, и при растяжении, я тоже это покажу, не меняется качество. И таким образом, например, вы создали картинку, загрузили к себе на компьютер, бросили на флешку, пошли распечатали на работе, либо где-то еще, да, у вас всегда все будет именно так, как в файле. То есть, у вас никогда не съедут никакие шрифты. Или, как, например, ну, там, всем, наверное, всем знакомы ситуация, когда вы учились, вы распечатывали, например, там, не знаю, диплом или какую-то работу, да, вы делали это в Word, потом приходили, открывали на другом компьютере, а у вас все вообще съехало куда-то, да, непонятно. То есть, вот этого никогда не будет, если вы сохраняете в PDF. Но PDF – это, условно говоря, контейнер, который уже нельзя изменить. То есть, вот, вы можете поменять там, условно говоря, шрифты, но это, конечно, тоже тяжело, но это уже такой конечный вариант, который доступен для распечатки. То есть, вот это нужно иметь в виду. Так, и сейчас я уже приступлю тогда к показу. Сейчас я тогда включу демонстрацию экрана. Если у кого-то на данный момент есть, вопрос можете писать. Диана пишет, что иногда бывают ошибки в PDF-шрифтах. Ну, не знаю, я вот ни разу такого не видел. Возможно, но, по-моему, есть вот некоторые программы, которые позволяют… Так, что-то у меня не сгружается. Которые позволяют при сохранении в PDF выбрать настройки шрифтов, которые будут просто уже, эти шрифты будут включены в сам файл. Так, вот сейчас, буквально секунду, вы должны увидеть мой экран. Так, так, так. По идее, у вас должна появиться вкладка… Вторая вкладка, где вот презентация, там демонстрация экрана. И вы должны видеть мой экран. То есть, вот вы сейчас видите экран в экране, наверное, и если вы видите, напишите, пожалуйста. Вот я, например, сейчас переключился на другую вкладку, вы должны увидеть, например, сайт kanv.com. Вернусь обратно. Да, видим. И вот вы можете, в принципе, при желании развернуть этот полный экран, чтобы видно и смотреть, чтобы ничего не двигалось. По-моему, сверху слева есть такая кнопочка по весь экран развернуть. Я периодически буду возвращаться туда-обратно и просто, ну, чтобы было там понятно, есть ли у вас вопросы или нет. Итак, давайте просто по порядку тогда открою несколько ресурсов, которые я писал. Ну, допустим, давайте начнем с иконок, ну, чтобы просто вы там имели представление вообще, что это такое. Я понимаю, что вы можете сами посмотреть, но тем не менее, как бы важно, наверное. Пока открывается, открою еще. что-нибудь. Так, у меня такой быстрый интернет сегодня. Так, вернусь обратно на секунду. Все окей. Итак, вот The Now Project это, собственно, очень большой, ну, то есть, действительно, большой объем иконок здесь есть, которые можно скачать, в том числе, бесплатно, но по-хорошему вы должны использовать имя автора в своих работах, указывать его, да, и вы можете искать, там, не знаю, по словам, то есть, нажать People, и пожалуйста, и также вы можете сохранить к себе на компьютер, можно скачать, как вы видите, и это Creative Commons, ну, на самом деле, по-хорошему, нужно обязательно указывать авторство. это очень хороший ресурс, если вы хотите сделать какой-то логотип, или какие-то варианты в вашей афише, да, с иконками, где визуализировать что-то, может быть, часть инфографика какую-то сделать, и это очень удобно также потому, что вы можете изменять, например, цвета, черный по умолчанию, да, но там формат, он такой, что позволяет вам в графическом редакторе изменять формат. Также, если это SVG-файл, то вы можете изменять размер без потери качества. Второй ресурс, который касаемо иконок, это Zycon Finder, и он такой, тоже простой, и тут очень много иконок, в том числе бесплатных, на самом деле, есть много платных, как вы видите, да, но есть много бесплатных. Просто нужно долистать до бесплатных и посмотреть их, тут очень действительно много, допустим, вот там 10 иконок новогодней тематики. И, ну, действительно интересно. С этим понятно. Так, на секунду вернусь. Своё нарисовать можно? Ну, конечно, можно. По-хорошему, да, надо указывать это в афише, где-нибудь мелким текстом, внизу. Таким мелким текстом, чтобы при желании можно было разглядеть, но чтобы это не мешало просмотру просто афиши. Честно говоря, вот это правильно и это нужно делать. Просто не так принято, но тем не менее. Давайте перейдём теперь тогда на Google Fonts и просто покажу, собственно, как это делается. Итак, это раздел Google, где есть фон, по-русски, где есть шрифты бесплатные, которые можно установить на свой компьютер. Это делается очень легко. Во-первых, здесь вы можете выбрать кириллические шрифты или расширенные кириллические. Нажимаем кириллические, например, да. Теперь можно выбрать те категории, которые есть. Например, мы хотим какой-нибудь рукописный шрифт. Мы просто галочки все снимаем и видим вот те рукописные шрифты, которые есть. Отлично. Допустим, нам понравился вот этот шрифт. Он добавляется в коллекцию, например, да. Потом мы должны мы можем нажать скачать. Нажимаем скачивать и он у нас скачивается как архив всю нашу коллекцию. Условно говоря, что такое коллекция? Вы просто набор шрифтов набираете себе, да, и потом все файлы скачиваете в zip-файле. Ну, допустим, вот я сейчас скачиваю и если я сейчас перейду в загрузки, то вот, как вы видите, у нас есть zip-файл, который сейчас откроется и там вы видите этот шрифт. Достаточно просто устанавливается в Windows, это вы просто берете шрифты и переносите их в папку fonts. Здесь, в принципе, то же самое, по сути, да, только просто нужно открыть и написать и установить шрифт. И теперь все программы, которые у вас установлены, и графические программы, и по умолчанию, да, они могут теперь использовать этот шрифт. Достаточно все просто. Вот я предварительно уже установил несколько шрифтов, то есть, действительно, это просто работает, вы можете бесплатно их использовать. Так, вернемся к fonts. Это один из самых простых вариантов, но тут не так много их, но тем не менее, они есть, и есть действительно хорошие шрифты кириллические. Так, все нормально, вопросов пока нет. Движемся дальше тогда. Еще один вариант, где можно скачать шрифты, это jovani.ru. Это ресурс, который посвящен также шрифтам, и тут есть кириллические шрифты, и они просто скачиваются следующим образом. Вы просто заходите, здесь вообще очень достаточно просто. Вот написано раздел Download Free Fonts, и выбираем тот, который нам интересен и нужен. Например, Round Black, и просто мы нажимаем на него, и он у нас скачивается опять же в zip-архиве. То есть, переходя в загрузки, я опять же вижу этот шрифт. Ну, в принципе, с этим понятно, да, как установить шрифты, вопросов нет. То есть, в Windows нужно просто загрузить это в папку и скопировать эти ttf файлы и расширения и другие немножко могут быть в папку шрифтов, а в Mac также, в принципе, только установить шрифты, обнажать. То есть, есть еще один вариант, это dafone.com, здесь тоже достаточно много шрифтов, вы просто заходите, также выбираете тот, какой вам нравится, их на самом деле очень много, в принципе, есть кириллические, ну, это, в принципе, в общем-то, достаточно много латинских шрифтов, и их действительно очень много. принцип работы такой же, вы берете, скачиваете и устанавливаете. Так, возвращаюсь, вопросов нет, все окей, дальше движемся, что я еще хотел показать, да, что вот есть канву.com, о которой я говорил, да, и, значит, есть стрим, это, значит, те варианты, которые уже создали люди, я просто советую сюда заходить, даже если вы не пользовались, просто посмотреть, а что создают люди и как это делать. Возможно, вам какой-то вариант понравится, ну, допустим, вот я делаю, раз, смотрю, и мне понравился этот вариант, там, я просто могу сделать подобное, да, и почему нет, совершенно нормальная история. И также есть дизайн скула, что я говорил, это вот раздел сайта, посвященный, собственно, тому, как использовать какие-то дизайнерские навыки, как вообще, там, разобраться в этом. И тут действительно, правда, очень-очень много статей, и вот это очень здорово. То есть нажимаем, например, в категории цвет, и мы можем посмотреть, ну, я не знаю, допустим, сочетание цветов, палитр и так далее, и вот нажимая на каждую статью, мы видим, вот есть описание какое-то, да, вот у каждого цвета, например, есть там такое обозначение, и все дизайнеры эти обозначения, кстати, практически знают наизусть, ну, такие какие-то стандартные, да, потому что так они обозначаются именно вот, когда вы делаете, свой сайт. Ну, и тут действительно очень много важного, и мало того, то есть кроме статьи, здесь еще есть раздел tutorials, то есть такие уроки, полноценные уроки, когда доступно 30 уроков, вы можете выбрать любой из них, да, и, например, когда вы нажимаете на него, он загружается, и вы можете прямо непосредственно сразу на этом сайте и делать. Сейчас буквально загрузится, через секунду. Это действительно очень удобно, вот если вы совершенно не знаете, как что-то делается, вы просто берете, и проходите 30 уроков, поверьте мне, вы уже после этого будете хорошо владеть знаниями того, как что-то делать, да, и вы не будете бояться, как боюсь сейчас я, белого листа. Вы же примерно будете знать какие-то закономерности, да, и тут, пожалуйста, выполняйте задания, ну, то есть действительно полезно. Просто действительно советую, классная штука. Так, вопросов пока нет, движемся дальше, о чем я еще говорил сегодня. Так, да, это я сказал, это я сказал, теперь давайте перейдем к сайтам программ, значит, еще раз, если у вас Windows, вы устанавливаете либо paint.net, либо Gimp, значит, paint.net, это сайт getpaint.net и он представляет собой, практически, вот, выглядит вот так, да, и очень напоминает чем-то Photoshop, то есть тут нужно работать со слоями и так далее, то есть, ну, с изображениями, ну, действительно очень много возможностей, но он только для Windows. С этим понятно, getpaint.net, я могу вам сейчас кинуть ссылку сюда. ссылка не копируется, так, попробую скопировать еще раз. Так, а если у вас Mac, то можно использовать Gimp. Сейчас покажу, как. Да, он называется paint.net, но просто если вы вобьете paint.net, это просто название, да, то у вас просто браузер подумает, что вы ввели сайт paint.net, а сайт у них другой, поэтому он так называется. Да, он только для Windows, но, не знаю, это моя правда, прошлая любовь, то есть я вот очень пользовался вот этим ресурсом. Сейчас, честно говоря, да, вот я сейчас буду рассказывать про Gimp, но я им не очень люблю пользоваться, потому что как-то я пользуюсь теперь всем всегда онлайн инструментами, потому что, ну, там, у меня не такие большие сильные потребности в дизайне, которые существуют, может быть, у вас. Так, ссылка на Gimp, я вам скопировал, теперь открываю сайт. То есть сайт, вот тут, наверное, тяжело разобраться, но, в принципе, здесь понятно, то есть вы можете найти раздел Download и посмотреть здесь для вашей операционной системы. Во-первых, он автоматически будет определять. Вы также можете скачать это через Torrent, условно говоря, а можете скачать непосредственно с сайта. Значит, это все программы с открытым исходным кодом. То есть, что это значит? Весь открытый исходный код лежит на GitHub, вы можете, если вы разработчик, использовать часть этой программы у себя либо вносить какие-то правки. То есть, это все бесплатно и будет бесплатно всегда, по сути. То есть, это не коммерческие проекты, поэтому, почему мы рекомендуем пользоваться такими ресурсами? Потому что, чем больше людей пользуются бесплатными программами, тем дольше они становятся бесплатными, да? То есть, нет потребности у людей как-то делать их платными. Поэтому вот одна из причин, почему надо open source использовать, это вот как раз развитие и продолжение развития именно открытых проектов, которые бесплатны для людей. Так, собственно, когда вы загрузите, это все сделаете. Давайте я просто сейчас запущу программу. Пока я запускаю программу, я вернусь обратно. Так, 52 окна тут открыты. Так, ладно, я пока почитаю, что Елена пишет. У меня постоянно перепрыгивает окно. Елена спрашивает, а в чем проблема поставить на комп ваш любимый операционный систем в Windows? Так в том-то и дело, Елена, что у меня Windows не любимая операционная система. Вот, и Евгения тут говорит, что это действительно как шутка. Ну, честно говоря, значит, да, то есть, ну, я просто не буду спорить, но Windows это не моя любимая как бы система. Просто моя программа была любимая на Windows, вот, поэтому. Ну, теперь я просто нашел замену этой любимой программе в онлайне. Так, и вот, наверное, программа открылась, и теперь вы, наверное, должны видеть, собственно, интерфейс. Когда вы в первый раз загрузите программу, она у вас будет выглядеть совсем не так. Я, кстати, совершенно не понимаю, почему у меня тут какие-то языки написаны. Наверное, надо закрыть вот это. Сейчас, секунду. Да. Так, еще раз давайте я перепрыгну к вам в окно, посмотрю. Все нормально, вопросов пока нет. Итак, когда вы установите программу, значит, тут достаточно много настройок, она у вас будет в темном цвете, это все можно изменить. Во-первых, вид вы можете да, еще бы я вспомнил, где это есть. В общем, изначально у вас не единое окно такое, а три окна. То есть, у вас вот панель слева, панель справа рабочая, да, и посередине будет такая панель маленькая, которая не объединена. Вот, в принципе, я взял и объединил это все в привычное мне единое окно. И также здесь очень много настроек, параметров и так далее. Но я сейчас хочу показать основные. Естественно, что там за 10 минут невозможно научиться пользоваться программой, это бесполезно. Я просто хочу вам показать, например, как здесь установить шрифты, потому что эта программа как-то она не совсем хорошо работает. Не знаю, как на Windows, но у нее совсем так логично подтягивать новые шрифты, которые устанавливаются в систему. Поэтому для этого нужно сделать немножко по-другому. Но перед этим я хочу вам показать интерфейс. То есть, вот тут есть понятие темы, да, и вот по умолчанию она была вот такой. Можно здесь поменять тему, есть оформление и в принципе, если вам нравится светло, можете оставить это. Просто потом можете пробежаться по всем ссылкам, вкладкам, это все на русском языке, их действительно настройок очень много. Итак, как же бороться с тем, что не подтягиваются шрифты? Тут, значит, в настройках есть вкладка каталоги, куда прописываются все пути к папкам. Например, вот у вас есть кисти, да, то есть, если вы знаете, что, например, это отдельные инструменты, да, и как вы знаете в Photoshop, например, даже их можно установить дополнительные какие-то кисти, потому что они действительно могут быть интересными. Потому что, если вы посмотрите вот здесь, справа сбоку здесь вот как раз пример того, что это такое, да, это то есть какие-то нетривиальные линии вы можете рисовать или такие графические элементы. Так вот, в каталоге есть раздел, где вы прописываете пути ко всему, что вы используете в GIMP, например, да, и вот шрифт подтягивается здесь, вкладка шрифты, и вы можете начать прописать свой путь. то есть, условно говоря, вы берете, открываете ту папку, куда вы копируете шрифты. То есть, например, я это сделал вот в эту папку. И вот у меня здесь три шрифта, я в эту папку сделал уже. То есть, вы просто создаете папку, куда копируете все шрифты на всякий случай, чтобы эта программа правильно их использовала. с этим, надеюсь, понятно. Таким образом, у вас они появятся. То есть, например, вот, если взять, ну, это я чуть позже покажу тогда. Сейчас, буквально секунду, я еще раз вернусь к вам. Так, вопросов пока нет. Окей. То есть, смотрите, теперь, как с этим работать? На самом деле, работать очень просто, и я ничего такого глобального не покажу. Когда вы нажимаете создать, и как раз вот был вопрос, да, а как здесь выстроить настройки? Потому что, как вы видите, здесь можно задать размер в пикселях, в дюймах, там, да, и так далее, в сантиметрах. Но вопрос, как поставить значение точек, качество, да, пожалуйста, вы берете, нажимаете на расширенные параметры, вот здесь задаете не 72, а 300. И нажимаете здесь, если вы хотите, чтобы по иксу и по игреку у вас размеры точек были одинаковые. Ну, естественно, это должно быть так. Таким образом, вы можете создать изображение, например, определенного соотношения, да, вы даже можете задать размеры, там, в сантиметрах, допустим, я не знаю, пусть будет это там, ну, я не знаю, там, сколько это там, 20, на 30, допустим. вот у вас создался файл, да, если вы сейчас нажмете на текст, давайте напишем что-нибудь, только, наверное, надо изменить тут масштаб, потому что очень мелко будет тогда. понятно, так, это на самом деле очень долго показывать, в общем, я хотел показать другое, что тут подгружаются шрифты, вот те шрифты, которые я скачал, а я скачал непосредственно неуча называется. Вот он есть, этот шрифт, то есть, вы потом увидите его в списке. Также вы здесь можете там, я не знаю, делать все, что угодно, можно вообще отменить работу с шрифтами и, например, что-нибудь нарисовать. Отлично. Не рисуется. В общем, не это я хотел показать. Давайте просто я покажу, что, значит, если вы сохраняете. Во-первых, вы можете сохранить для веба, это значит, вы сохраняете для, например, используемого в электронном виде, соответственно, вы сохраняете как картинку. Вы выбираете качество путем ползунка и сглаживания, да, то есть, также вы можете поставить варианты расширения, это может быть PNG или BGPG. на ваше усмотрение и также внизу вы можете видеть тот размер файла, который будет. Давайте просто, например, сохраним его для веба, например, да, на рабочий стол. Я просто хочу показать какое расширение расширение и, на рабочий стол. не было было